В эфире телеканала Юрган, программа Крик, криминал комментарий, в студии Таисия Шляхтина. Здравствуйте, вот главные темы выпуска. Выпил, угнал. В коме нетрезвые любители скорости похищают чужие авто, чтобы просто покататься. Криминальный постоялец с хозяевами одного из домов в Усть-Куломском районе жестоко расправился их же квартирант, стопором на полицейского. Очередной срок за неповиновение стражам порядка получит рецидивист из Визинги. За 4 месяца этого года в коме угнали более 80 автомобилей. Полицейские республики отмечают значительное снижение количества подобных преступлений по сравнению с прошлым годом. В половине случаев любители легкой наживы используют чужой транспорт после совместного распития спиртного. Чаще всего угоняют отечественные автомобили. Подробности в репортаже Ольги Коняевой. Рано утром в дежурную часть столичной автоинспекции позвонил житель Максаковки. У мужчины со двора пропал автомобиль. Тут же на место происшествия выехали два экипажа ДПС. По прибытию на место также поступила информация от граждан о том, что в районе поворота на Алешина автомашина с водителем, имеющим признаки опьянения, забуксовала в песке. Экипаж бросился в погоню. Угнанный Рено красного цвета инспекторы нашли быстро. Машина стояла на обочине. Молодой человек в изрядном подпитии сидел в заведенной иномарке и покидать авто не собирался. Встреча с автоинспекторами явно стала для него неожиданностью. Ни водительского удостоверения, ни документов на авто у сыктывкарца при себе не оказалось. Пьяного водителя и его 32-летнего друга доставили в отделение полиции по подозрению в угоне. Машину благополучно вернули хозяину. Оба гражданина находились в состоянии опьянения и пояснить сотрудникам полиции, каким образом оказались в автомобиле, не смогли. Действия молодого человека 91-го года рождения дознаватели квалифицировали по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон» и возбудили уголовное дело. В Уктыле поймать угонщиков помог местный житель. В первый раз он позвонил в полицию, когда увидел, как в машину соседа, припаркованную во дворе, садятся незнакомые молодые люди. Мужчина сделал замечание и те ушли. Буквально через несколько дней бдительный гражданин заметил этих же ребят на автозаправочной станции. Они разъезжали на «Белой семерке». В Уктылец заподозрил неладное и сообщил в дежурную часть. Вскоре угонщиков задержали на трассе Ухта-Сыктывкар. Во время проведения следственных действий следователи установили причастность задержанных к еще двум попыткам неправомерного завладения автомобилями. Жители города Вуктыла, 90-го и 94-го годов рождения, вину в совершении преступления признали и сослались на то, что хотели съездить на дискотеку в город Ухту. По факту угонов следователи возбудили уголовное дело и в настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемых к аналогичным противоправным деяниям. Угнанные автомобили возвратили владельцам. Злоумышленники арестованы и ожидают заключительного вердикта. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Зверское убийство супружеской четы потрясло своей жестокостью жителей поселка Якич. В ночь на 28 марта с 31-летней женщиной и 38-летним мужчиной расправился их квартирант Евгений. Он около трех лет вполне мирно жил в доме супругов, участвовал в ведении совместного хозяйства, покупал на случайно заработанные деньги еду и спиртное. Почему он схватился за нож, выясняла Наталья Литкевич. В ночь с пятницы на субботу в дежурную часть райотдела полиции поступило сообщение. В одном из частных домов поселка Якич убиты двое – хозяин жилища и его сожительница. Местный участковый первым прибыл на место преступления и увидел. На телах потерпевших – множественные ножевые ранения, а на столе – следы бурного застолья. В ходе производства первоначальных следственных действий было установлено, что по указанному адресу, кроме хозяина погибшего и его погибшей сожительницы, проживали также двое нигде не работающих лиц, злоупотреблявших также спиртными напитками. Из беседы с одним из двух жильцов выяснилось – расправа с хозяевами происходила на его глазах. Мало того, он сам чуть не стал жертвой преступника – второго квартиранта по имени Евгений. Оказалось, убийству предшествовал конфликт между подозреваемым и супругами. Произошел конфликт из-за еды, в частности, как он утверждает, из-за тарелки супа. Ну, это, наверное, образом он говорит, просто из-за того, что кто покупает пищу, кто деньги дает. Вот, произошел у них конфликт на этой почве. В результате конфликта молодая пара выгнала своего сожителя. Он походил, одну ночь переночевал у своих знакомых. После чего пришел к соседям, попросил у них два ножа, кухонных ножа. На вопрос, зачем ему ножи, Евгений ответил, чтобы разобраться с соседями. Когда он пришел в дом, хозяин и жилец уже спали, а девушка стояла возле печки. Она сказала мне грубое слово, я первый удар сделал сюда. Она упала. Я потом несколько ударов нанес вот сюда. Вот сюда вот. Расправившись с девушкой, мужчина подошел к спящему на полу хозяину и разбудил его ударом ноги. Он увидел калашников, что я хотел сказать. Я ему сразу сюда ударил. Он тоже захлепел, я его культурно вот так вот положил. Ну, обратно. И нанес. Несколько он тоже сюда ударов. От шума проснулся квартирант. Увидев, что после расправы с хозяевами Евгений направился с ножом в руках к нему, он стал умолять о пощаде. Подозреваемый пощадил жильца. И после недолгих сборов мужчины покинули место преступления и отправились к знакомому распивать спиртное. В ходе застолья чудо-выживший жилец убежал из дома приятеля и позвонил в полицию. Вскоре в дежурную часть поступил еще один звонок. Как позже выяснилось, Евгений, заметив пропажу квартиранта, решил сам сообщить о трагедии. При этом о своей роли в жестоком убийстве скромно умолчал. Сельчанин арестовали. На допросах он уверял, мол, потерпевшие сами виноваты. Унизили его честь и достоинство. За убийство двух человек ранее судебным за кражу 32-летнего мужчины грозит пожизненное лишение свободы. Полицейские ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, поскольку имеют дело с неуравновешенными, нетрезвыми и агрессивными гражданами. Одни кидаются на них с кулаками, другие пинаются и кусают. Третьи угрожают опасными предметами. Тут и палки, ножи, а иногда и топоры. Строительный инструмент в одну секунду может превратиться в грозное оружие. Чем закончились две такие истории о злостном неповиновении стражам порядка, расскажет Эдуард Бушуев. В ночь на 8 февраля патруль ППС обнаружил возле бара на окраине села Визинга своего старого знакомого, 25-летнего жителя райцентра Василия Черного. Несмотря на еще довольно юный возраст, сельчанин имел уже пять судимостей. Например, летом 2010 года он из чувства мести попытался спалить изолятор временного содержания. Но тогда его вовремя заметили милиционеры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к зданию ИВС, которое огорожено трехметровым деревянным забором. И поджег забор, используя при этом щепки, тряпье какое-то старое подобрал. Дежурная смена, которая работала в тот момент в ИВС, тем более там жара такая стояла, они обходили постоянно, каждые полчаса территорию ИВС. Во время задержания Василий Черный оказал ожесточенное сопротивление и пустил в ход кулаки. За это сел на два года в колонию. Последний срок за кражи в Прелузии рецидивист отсидел в 2014. Освободился в декабре и буквально сразу совершил еще три преступления. Угон машины, хищение паспорта, денег и телефона. Понятно, что отъявленный рецидивист состоял под особым административным надзором и поздно вечером не имел права выходить из дома. Поэтому после внезапной встречи с полицейским патрулем возле ночного бара молодой человек, естественно, попытался сбежать. Стражи порядка его догнали. Тогда сельчанин выхватил топор, замахнулся и пригрозил, не подходи, за рублю. Сотрудник полиции предупредил, так сказать, нарушителя общественного порядка, что если он не бросит топор и, так сказать, не сдастся, будет применено оружие. Молодой человек проигнорировал это, после чего был произведен предупредительный выстрел в воздух. Который повлиял, так сказать, на принятие решения нашим преступникам сдаться. Он бросил топор, после этого извлек и еще из-за пояса нож, также выкинул, после чего уже лег на землю. Зачем такой арсенал понадобился среди ночи, задержанный не пояснил. Оперативники по своим каналам выяснили. Василий шел расправляться со своими обидчиками, которые отдыхали в баре. Можно только представить последствия побоища, которые предотвратили сотрудники ППС. Несмотря на целый букет обвинений, Василий Черный в конце февраля совершил еще и разбойное нападение на администратора гостиницы. За все имущественные преступления сельский суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. А вот дело по нападению с топором еще предстоит рассмотреть. Вероятнее всего, общий срок будет увеличен. Особо не щадя рецидивистов, Фемина дает шанс исправиться тем, кто впервые поднял руку на человека в погонах. К примеру, Константин Стахиев, отдыхая в декабре в одном из баров в Визинге, вместе с приятелями заступился за пьяного друга, которого на улице задержал наряд ППС. Толпа, то есть, скорее всего, друзья, либо товарищи, да, но молодого человека стали пытаться этот автомобиль ППС вообще перевернуть, либо открыть его дверь и своего товарища освободить. То есть, ну, стала создаваться ситуация массового нарушения общественного порядка. Поэтому для предотвращения данного инцидента прибыл отряд ОВО, состоящий из трех бойцов. То есть, все эти бойцы, они оттеснили толпу от автомобиля ППС, что дало им возможность отъехать от бара. После отъезда машины вся агрессия толпы перешла на вневедомственную охрану. В полупотасовке Стахиев ударил полицейского по лицу и в грудь. На следствии оправдывался, дескать, в драке не разглядел, кого бил. Когда понял, что выгораживать себя абсолютно бессмысленно, полностью признал предъявленные обвинения и извинился перед потерпевшим. Суд, учтяя это, назначил молодому человеку 15 месяцев условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Программа «Крик. Криминал и комментарии» подошла к концу. В студии была Таисия Шляхтина. Все подробности этого и предыдущих выпусков программы на нашем сайте yurgan.rf. Очередной обзор криминальных событий региона смотрите в четверг. До встречи на телеканале Юрган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова